Привет, это Субначка Белых Зеро, то есть Ниже Нуля, и мы продолжаем наши путешествия, и приключения в том числе, на этой ледяной красавице планете. Я нахожусь на станции робототехники, забежал сюда погреться, потому что была ночь, но сейчас уже рассвет, всяко-разно потеплее, я хочу пить, хочу жрать, хочу всё сразу. Давай покушаем батончик, по-моему я его выкинул, сейчас смотри, покушаем батончик, выпьем водицу. Вот так-то получше, всё, можно теперь бежать и радоваться жизни. Значит, убираем наш глайдер, о, я тут раньше не замечал снеговика, но помню его по ранней версии, забираем маску. А, нет, я не забрал, я сломал снеговика просто, блин, я думал, я маску сейчас заберу, там рука такая подцветилась, типа забрать, но нифига. В общем, возвращаемся к нашему мореходу, и будем думать, что делать дальше. Ух-ух-ух, короче, план действий на сегодня у нас, значит, какой? Я хочу попробовать доплыть до маяка, вот это вот, пилот последней известной координаты. Всё там обследовать, после этого вернуться на базу и определиться с местом строительства нашего будущего жилища. Давай посмотрим карту, карта, 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 вот она у меня как раз открыта. Я хочу построить жилище где-нибудь посередине. В принципе, сейчас я нахожусь посередине, где-то вот здесь вот, ориентировочно, может быть, здесь вот. Вот, а я хочу построить, ну, может быть, на льдине где-нибудь. Да, на льдине было бы прикольно построить своё жилище. В общем, порешаем. Сейчас вылазим. Скидываем ненужный балласт, который у меня там в сумке. Ну вот, контейнер забит. Жрать есть, пить есть. Можно... А где мой мореход? Мореход? Вот он. Кстати, прежде чем мы туда отправимся, нам также нужно ещё сделать строитель. Инструмент строитель, который будет нам делать жилище. Вот он. Закрепляем его. Для него нужен комплект проводов, микросхема, батарейка. Окай. Задрай эти люки. Погнали. Погнали. Самые гуще событий. О, чёртова рыба. Знаешь, что я переживаю? Я переживаю только о том, чтобы у меня не сажала какая-нибудь крупная рыба. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы у меня не сдохла в нужный момент батарейка. Потому что у нас сейчас один... Ой, один. 91% заряда. Запасной батарейки у меня для морехода нету. И всякое может быть. Всё-таки плывём в неизвестность. И, кажется, мы уже туда подплываем. Сколько надо? А, нет. 600 метров ещё. Ну, в принципе, двигаемся мы довольно быстро. Так что скоро мы будем на месте. Почитал про вот этих вот боксёров. Прораков этих подводных, которые камни ломают. Оказывается, они ультразвуком бьют. Очень быстро и очень мощно. И могут, в принципе, разломать даже мой мореход одним ударом. Такие дела. Так что с ними шутки тоже плохи. Хоть они и такие безобидно выглядящие. Так, если ты увидишь где-нибудь кораллы, кричи. Потому что кораллы нам нужны для микросхемы и комплектов проводов. Пока что я кораллов не вижу. Вижу только страшных существ. Кстати, я тут плавал тогда и не отсканировал очень много всяких интересных штук. О! О, я думал, это щупальцы инопланетные. Ну, в принципе, я не похожа на них. Но нет. Это обломки баз архитекторов. Вот они, эти кувшинки. Последние известные координаты. Ух ты! Мы начинаем ломаться. Стоп, 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 стоп. Сплываем выше. Сильно глубок-то не вариант заплывать. Только на своих двух, если. Что мы имеем? Последние... Последние координаты. И куда бы она могла отсюда уплыть? Или убежать, как думаешь? Ну, давай вначале... Блин, 150. Давай вначале вот здесь вот все оплывем, все посмотрим. Может, мы чего-нибудь здесь-то и увидим. Хотя она вряд ли... Во! Вот эта штука мне нужна. Давай ее попробуем сбить. Сюда! Вот так вот мы ее сбили. Кажется, она все того. Это гипнотизер, который нас тогда загипнотизировал очень сильно до тошноты. Наконец-то мы его отсканируем. Лилейный гребец зовут эту штуку. А, под... Это не гипнотизер, блин. Не ту рыбину сбил. Под водой сбите рыбину. Подожди, давай почитаем, кто это такой. Вот он, лилейный гребец. В случае угрозы гребец используют защитные феромоны, нарушающие высшие мозговые функции различных видов. А, то есть... То есть, в принципе, то, что я тогда принял за гипнотизера, в принципе, могло быть феромонами, которые он испускал. Но это не точно. Ночью светящееся оперение гребца похоже на стаю мелких рыб. Возможно для убеждения хищников, что они не стоят охоты. Оценка. Опасен в незнакомой среде. Соблюдайте осторожность. Так что, в принципе, не зря я его сбил. Довольно опасная штука. Со своими феромонами. Поплыли дальше. Короче, Аллан нам подкинул еще парочку координат новых. Вон туда плыть. Еще глубже. Ух. Давай мы туда как можно ближе подплывем. И дальше на своих ластах. Ой, е-мое. А это что такое? Ух ты. Какие огромные киты. Это реально киты. Интересно, он меня может сажать? Ну, он вроде безобидный. Дай-ка я выплыву. Ой, зря я свет включил. Почему свет-то включился? Я же выплывал. Сияющий кит, он так и называется. Очень классный. Сейчас я тебя сканирую. Друг мой. Большущий. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот к этой штуке лучше не... Блин, она меня зацепила. Зацепила. Черт. Да-да. Капец. Как мне плохо. Долбанные феромоны. Кальмар какой-то вон там плавает. Черт, а где мой мореход? Мореходик. Мореходик, вот он. Надо скорее в него залезть. Э-э-э. Да, рулить в таком состоянии не кайфец. Че-то я где-то видел... А, ух ты, артефакт архитекторов Ку-59. Почти километр четыреста. И здесь вот, смотри, 761. Наплывем сюда? Потому что километр четыреста это слишком глубоко. Ух ты, ух ты, ух ты. Подожди, я вот такие штуки видел. Похоже, знаешь, из оригинальной игры на чувака. Типа мегамозг там был такой с клешнями, который электричество испускал. Но только это какая-то другая штука. Давай вылезем, тоже отсканем. Что это такое большое? Детеныш термального сада. Ого как. То есть они на самом-то деле еще крупнее. Это всего лишь маленький детеныш. Офигенно. И кажется нам вон туда надо. Тут обломки какие-то странные. Подожди, это же корабль. Это корабль. Ты меня так не пугай. Я знаю, что ты добряш. Добренький добряш. Сто метров мы пока спустились. Это, к сожалению, не коралл. Это какие-то грибы. Их, по-моему, собрать нельзя. Но я сейчас попробую. На всякий пожарный. Да, их... Можно ударить, но они не собираются. Значит, нам не интересно. У нас 85% батарейки и морехода. Надо за ней следить. А то до дома мы можем не добраться. Походу, нам надо отплыть это все дело. Сейчас оплывем. Кстати, насчет того, что я бьюсь мореходом об вот эту конструкцию. Ничего страшного. У меня есть чинитель, ремонтник. Поэтому, если что, я быстренько починю. Так, значит. Опускаемся пониже и ищем пещеру. Входную пещеру, чтобы добраться до инопланетных... Я не знаю, что там. До инопланетного маяка. Наверное. Ой, мама страшная херовина. Давай, разворачивайся. Поплыли отсюда. Делаем тапки. Ой, страшно. КП страшно. Булки сжимаются. Какой стрёмненький страшный. Только не глотай меня. Что, надо выбираться, наверное, нет? Ой-ой-ой-ой. Обратно надо залезть. Залезь обратно. А то рыбина здоровая. Падла меня. Хочется жрать. Сорок процентов. Ничего себе, как я сыкнул-то, а? Что это за змей тут такой плавает? А, вон. Вон он какой. Ага, понятно. Понятно. Так, а как же нам добраться-то? Тут есть какой-нибудь проход. Давай поглубже спустимся на всякий пожарный. 150. Всё понятно. Тогда мы сейчас вот тут оставим наш мореход в уголке. Сюда-то точно никакая рыбина не протестнется. Вот так вот. Смотри. Домик для морехода. Вылазим, значит. Достаем наш чинительный инструмент. Вот он. Сейчас быстренько подлатаем. Тебя, мой друг. Металлический. Ну вот и всё. Вот и ладненько-сладненько. Берём глайдер. Блин, глайдер-то у меня тут разряженный. И поплыли пониже. Поищем проходик. Есть тут? Нет. Ух ты, нифига себе. Какой он здоровый-то оказывается. Взрослый. Ничего себе. А давай подплывём к нему. А внутрь можно попасть как-то через вот этот вот? Блин, прикольно было бы в него попасть внутрь. Сейчас. Ох-ох-ох-ох-ох. Надо бежать, надо бежать. Вот так вот я спрятался здесь. Я спрятался. Меня нельзя кусать. А можно сюда как-то? О, да ладно. А. Я думал, что можно туда как-то пролезть, но нет. Сейчас я тебя отсканирую. У меня с кислородом беда. Поплыли скорее до морехода. А где мореход? Куда? Где я его оставил? Мореход! Неужели тебя сожрали? Только не говори, что тебя сожрали. А, вот он. Капец он. Он, короче, оказывается... Оказывается... А, он заглючил. Он в стенке застрял. Я думал, они в стенке прячутся. Блин, надо было его... Отсканировать. Тут, может быть, еще его сородич есть. Пока он в стенке, надо было его отсканировать. Я успел, я успел, успел. Все, кислородик, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отпусти меня. Скотина здоровая. Все, уплываем нафиг отсюда. Тут точно нет пещеры для входа к инопланетным штукам. Я все-таки склоняюсь к тому, что проход может быть здесь где-то. Через корабль. Давай вылезем. И поплаваем немножечко по этому кораблю. Может, мы тут чего и найдем еще годного. Ух, как тут. О, пожалуйста, ящик. В котором титановые слитки, между прочим. Компьютер расфигачен. Металлолом какой-то заберем. О, медный провод. Круто. Что-то отсканировать мог. Где-то что-то мог отсканировать. Прям видел. Значок сканера. Значит, надо следить за кислородом. Батарейка, это здорово. Можно будет глайдер подзарядить. Надеюсь, что эта батарейка не разряжена. Лежала столько временем под водой, ждала меня. Вот, что-то отсканировать можно было. А, рыбы. Это можно было отсканировать рыбину. Какая она интересная. Кстати, в оригинальной игре я их уже видел. Сколько тут всякого ценного-то, а? Ты посмотри. Очень экономит время на производстве. Не нужно делать медные проволоки. И батарейки. Короче, взял мореход и решил прямо сюда на мореходе заплыть. Вот таким вот макаром. Тут его припаркую, потому что дальше-то я точно не проплыву. И, если что, кислород буду восстанавливать здесь. Запечатанная дверь. Режьте, чтобы открыть. А, резакота у меня нету с собой. Блин. Придется сюда вернуться потом. Заперта. Нашел электрощиток какой-то. Что написано? Режьте, чтобы открыть. Ну, тоже никак. К сожалению, никак. Есть второй ярус. О, водичка и еда. Но инвентарь у меня переполнен. Состоит в основном из титана. Как мне... Блин. Давай, короче, мы титан выкинем нафиг. Понятное дело, что я потом переработать в титан могу все вот это. Но, блин, я его и так могу найти. А вот воду с едой, она ценнее, чем этот металл. Здесь дверь тоже, наверное, резать надо. Стекло мешает дальше проплыть. Воздохнем воздухом и поплыли вот через вентиляцию. Скорее всего, это вентиляция. Куда она нас приведет. Главное, чтобы тут рыба какая-нибудь не встретилась. Типа гипнотизеры и кровососов. Кровосисек всяких. О, отлично. Меркурия 2. Светящийся пикник Ясмин. Титановые слитки. Надо будет потом почитать КПК. Что-то там, по-моему, интересное. Тут все. Выплываем обратно. Продолжаем поиски инопланетной какой-то штуки, которая посылает нам сигналы. Где она может быть? Возможно, возможно, нам стоит где-то заплыть вот здесь. О, ничего себе. Вот это я набрел, так набрел. Давай посмотрим, что тут. Может, чего ценненькое найдем? Стул! Отсканить надо. Фрагмент модуля изготовителя морехода. Изготовителя морехода у меня такого еще не было. Какой-то... Взять диск музыкального автомата. Это классно. Снова ящики с батарейками. Место вроде есть. Забираем. Фрагмент морехода. Ну, мореход у нас уже шобран. Мы на нем уже плаваем. Так что нет смысла его сканить. Фрагмент модуля аквариума морехода. О, ништяк! Скоро у нас будет аквариум. Последняя деталька осталась. Блин, капец, тут красиво. Смотри, что я нашел. Мы, конечно, мимо этого проплывали. Но вот с этого ракурса это смотрится как будто... Знаешь... Древние разрушенные постройки какие-то. Вот смотри. Как будто лесенки какие-то. Словно тут было здание. И вот оно разрушилось. Что это вот такое? Тоже, по-моему, жилой модуль. Все, 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 стоп, 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 стоп. Чуть выше поднимаемся. 148 метров. Пускай мореход у нас тут подождет. А мы пособираем фрагменты. Стыковочный модуль морехода, пожалуйста, у нас есть. Хорошо, заживем скоро. Это какие-то цветочки. О, рыба какая интересная. Рыба-перо. Я бы назвал рыба-пират. Она такая интересная. Давай возьмем. Пусть будет. А, это что такое? Гелеобразный мешочек. Кстати, из него, по-моему, что-то можно достать. Что-то можно достать. Съедобно важный материал в производстве аэрогеля. Вот, точно. Его для аэрогеля нужно было собирать. А, так я его не собрал. Вот. Собрали этот мешочек. Еда плюс 5, вода плюс 4. Ну, если что, съедим. Но хочется, конечно, его довести до базы и потом сделать аэрогель. Что, плывем? Врубаем на наш глайдер. И плывем. У-у-у-у. Ты посмотри-ка, вот она, собственно. Мы и нашли то, что искали. Повторное обнаружение этого места после стольких лет хранения навеивает одновременно уверенность и беспокойство. Моё соединение с сетью становится сильнее. Хотя и незначительно. Надеюсь, ты продолжишь искать их. Конечно, продолжу. Мне же самому интересно. Блин. 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 Тут нету кислородной этой штуки. Места нет. Металл выбрасываем. Куб забираем. Всё, поплыли отсюда кислорода. И так мало. Короче, оказывается, то, что я нашёл, это совсем не то, куда нас вёл маяк. Маяк в другом месте находится. Набрал кислороду. Приплыл сюда ещё разок. Всё осмотреть хорошенечко. Мало ли, вдруг тут какие-нибудь обломочки ещё валяются. Вот, например, вот смотри. Пожалуйста. Кажется, я сейчас что-то соберу. Что это за модуль? Стыковочный модуль. Классно. Всё. Стыковочный модуль у нас есть. Можем его сделать. Я так полагаю, что стыковочный подразумевает подключение других устройств. Ну, например, кальмара я смогу, точнее, краба я смогу подключить к мореходу. И, ну, не подключить, а пристыковать, и он будет с нами плавать. Скорее всего так. А, я только сейчас обратил внимание, что тут скелет. И вот эта штука, она его изучала. Кислороду мало. Давай всплывать. Короче, есть здесь ещё вот такой вот проходик. Не знаю, куда он ведёт, но давай попробуем сплавать. Может, чего и найдём, интересно. А, подожди. Отсканем. Кристалл Настурана. Ну, то есть, урановый кристалл. Проще говоря. Какой огроменный гейзер. Я думаю, что... Ой, 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 ой. Не-не-не-не. Я думаю, что не стоит к нему подплывать, а то он сейчас как бомбанёт, и будет мне очень плохо. Всё. Пещеру я нашёл, которая нас приведёт. Вот к этому артефакту. Но туда плыть я уже не буду, это слишком глубоко. Скорее всего, нам нужен костюм крабов. Или кальмара. Всё вечно путаю, как их называют. Смотри, смотри, как он растёт и сейчас бомбанёт. Вообще, ух, жёстко он бомбанул. Я думал, меня сейчас ошпарит. Ну что, покидаем это место, но обещаем сюда вернуться. Когда у нас будет крабик или хотя бы модуль глубокого погружения на мореходе. Куда мы, значит, плывём? Мы плывём причал станции Дельта. Не туда. Пилот тоже не туда. Вот. К нашей капсуле. Нам туда. Знаешь, мне нравится, что мореход, он довольно лёгкий и шустрый. И может, как дельфин выпрыгивать из воды. Вот смотри, вот так вот. Хопа! Жалко, только в воздухе я не могу им управлять. Вот хочу вниз повернуть, а никак. Чтобы лицом занырнуть в воду. Кстати, вот у нас плавающие льдины. А если я вот так вот как-то... Ага, я могу заплыть прямо на неё. А если выпрыгнуть, подожди. Хопа! Ты прикинь. Подожди, выходим. Я на льдину запрыгнул. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Припарковался, так сказать. Назад-то я съеду, нет? Эй-ю. Пожалуйста. Пожалуйста, съедь. Мне кажется, я застрял. А тебя подтолкнуть как-то можно? Вот это попадос. Капец. Зря я это сделал, конечно. Не подтолкнуть и ничего, и никак. Да уж. Сам себе проблему создал. Выпендриться хотел. Ну ладно. Придётся, походу, строить здесь базу. Короче, бросаем нашего морехода. В оригинальной части, если у тебя что-то застревало, по-моему, можно было через строителя вытащить эту технику, если я не ошибаюсь. И сейчас мы это попробуем сделать. И, кстати, я нашёл льдину, на которой я хочу построить свой дом. Вот на этой льдине. Если мне удастся на неё залезть, я хочу построить там свой будущий жилой модуль. Отличная, толстая такая льдина. Точно будет... Как я сюда забрался? Точно будет долго плавать. А где мы... Вот она, моя капсула. Я тут, кстати, не видел, чтобы пингвины плавали возле моей капсулы. Смотри, сколько их. Кстати, говорили взять маленького пингвинёнка и затащить его к себе в капсулу или в будущий свой дом, чтобы у меня был питомец. Ну, не знаю. Это слишком жестоко. Отобрать у матери ребёнка и, наоборот, ребёнка у матери. Так, значит. Нам нужен строитель. Короче, кораллы всё-таки мне понадобились для микросхемы. У меня их вообще нет. Я думал, что у меня хотя бы один да есть. Ну вот. Два я нашёл, собрал. И сейчас у меня будет микросхема и, собственно, сам сборщик. Ну и, естественно, естественно. Не забываем про мореход. Нужно его вытащить. Не бросаем своих, как говорится, своих жестяных. Давай попробуем заново его... Ага, походу, никак. Но зато у меня есть куча модулей. Что, с одной стороны, круто, с другой, не круто, потому что они не все собраны. Чертежи, я имею в виду. А вот только стыковочный модуль у меня есть. Да. Ладно. Пойдём строитель всё-таки пилить. Возможно, возможно. На транспортной базе есть такая возможность восстановления своего... Хотя нет, нет. Я в оригинальной игре вспомнил, когда я терял там... Эту... Как она там? Подводную лодку плавающую. То всё, это было с концами. Короче, смотри, что я тут нашёл. Квантовый шкаф, ты прикинь? Хранилище, чьё содержимое находится одновременно во всех квантовых шкафах. Ну чё, теперь надо каким-то образом, каким-то макаром... Я даже не знаю, каким... Залезть вот на эту льдину... А, подожди, нет. Нужно вначале просто сделать лесенку. И тогда мы точно на эту льдину залезем. Если, конечно, это реально. Давай, достаем строитель. Строитель. Использовать. Лесенка мне нужна. Лесенка. Лестница соединяет два этажа. Это не совсем та лесенка, которую я бы хотел видеть здесь. Ага. Но есть другой вариантик. Это сделать платформы. Где-то здесь должна быть... Вот, фундамент. Несколько фундаментов. И на него лестницу уже поставить. Тогда должно все сработать. Куча всякого интересного. Значит, для фундамента нужен свинец. У меня где-то свинец был. Был, был, был. Или я, как всегда, его перепутал с литием. Ну да, я его, как обычно, перепутал с литием. Что ж, достаем наш реагент-искатель. И будем сейчас искать свинец. Так. На фундамент, кажется, у нас все готово. Но прикол весь в том, что высота у него ограничена. То есть, вот я его ставлю и хочу здесь построить, но никак. Никак. Эх, блин. Надо повыше выступ найти. Во, слушай. Тут вот есть льдины небольшие. Если я на них буду опираться. Давай попробуем. Нет, прикинь, только под водой. На этих льдинах никак. Они не сильно... Хотя нет, смотри, можно. Кажется, можно. Еее, я ее все-таки поставил. Красава. Давай, делай. Только это слишком высоко, капец. На нее теперь надо как-то допрыгнуть, запрыгнуть. Давай лесенку попробуем поставить. Получится, нет? Не, нифига. Никак. Как так-то? Тогда надо разобрать. Верните мне свинец и титаны. Капец, я замерзаю. Я замерзаю. Давай быстрей. Шустрей. Прыгаем в воду. Шустро. Фух. Чуть не переохладились. Свинец мне вернули? Да, два свинца есть. О, мореход упал, смотри. Его сдуло ветром, походу, со льдины. Мой маленький мальчик. Железненький, красавчик. Как рад я снова поплавать в тебе. Больше я как дельфин не буду выпрыгивать из воды, дабы не напороться на льдину. Как говорится, жизнь уже научила. Вот так вот. Ну что? На этом серия подходит к концу. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк и подписываться на канал, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok